Меня обманули. Какой бы цвет мне сегодня намешать на губы? Раз. Ааа, ха-ха. Два. Китайская фигня. Верните деньги. Мне кажется, все русские люди так делают. Три. Очень жаль, очень жаль, очень жаль. Я не знаю. Привет, красотка! И сегодня у нас видео из моей постоянной рубрики Пакет Озона, но покупки из фикс-прайса. Не просто покупки, конечно же, а покупки косметики и всяких косметических штучек. На самом деле, в этот раз, я не скажу, что в фикс-прайсе было много именно косметики. Вообще, вообще не было. А чем я буду снимать видео? Но зато там было много всяких интересных штучек, дрючек, которые можно пробовать, тестировать, смотреть. Мне уже не терпится начать, так что поехали. Начнем с вещи, которые у меня уже есть. Я на самом деле купила ее просто для себя, потому что знаю, что она классная. Стоит 99 рублей. И просто, если вы еще такой штукой не пользуетесь, то я настоятельно рекомендую. Это такая вот вещь, удобная для ватных дисков. Здесь ватные диски лежат с топочкой. Вот сейчас шуршит пакет на микрофон. Это противно, да, очень? Уберу. Так вот, сюда с топочкой вы погружаете ватные диски. Это очень удобно сделать прямо из упаковки. И затем вот из этого отверстия уже брать ватные диски каждый день. Ватные диски не пылятся, потому что сверху есть крышечка. Смотрится это все симпатично и очень удобно использовать. Поэтому я просто купила вторую для себя, чтобы поставить на туалетный столик. А мы давайте начнем с кисточки. Кисточка от фирмы Good Look, как и все косметическое в фикс-прайсе. Фокус, пожалуйста, поработай. Упаковка, кстати, классная. Здесь, знаете, вообще не скажешь, что это фикс-прайс. Упаковочка на дипе. Очень показательная. Из кисточки уже торчит волосок вот так вот справа. Не знаю, видно вам этот волосочек или нет. Эта кисточка, я бы сказала, скорее для нанесения каких-нибудь темных век, темных теней. На нижнее веко. Очень удобно можно таким образом наносить. Кисточка стоит 100 рублей, но 99 будем округлять. Я возьму коричневый цвет, коричневый тень. У меня с собой палетка теней, на которой я буду тестировать кисточки. И попробуем, например, вот здесь вот подвести коричневыми тенями. И растушуем. Да, очень даже удобно наносить тени. Посмотрю, как ворс достается. Так, ну достались две ворсинки. А, достался тот ворс, который вот так вот торчал вправо. Да, но в ворс тоже лезет, но как бы не так страшно. Пахнет кисточка, кстати, нормально. В общем, мне нравится кисточка, я ее у себя оставляю 100%. Идем дальше. И здесь очень такая интересная вещь, тоже за 99 рублей. Вот так она выглядит. Это такая палитра и шпатель для смешивания различных косметических продуктов. Очень даже интересно. У меня такая штучка, кстати говоря, есть. Я ее пару раз пользовалась, но она у меня от Мак. Очень тяжело, очень тяжело. Почему люди не могут сделать нормальную упаковку? Нет, серьезно, я вот не люблю, когда нужно идти за ножницами, знаете. О, получилось. Моя лень создала что-то невероятное. Я каким-то образом открыла. О, очень даже удобная, даже более удобная палитра, нежели у меня. Смотрите, как классно. Здесь есть такие вот три углубления, три ячейки. Вот как бы здесь можно и намешивать продукты. И вот такой вот шпатель. Вот, пожалуйста. Вы спросите наверняка, что здесь можно смешивать. И я вам скажу, что немного, немного продуктов здесь можно смешивать. Потому что, во-первых, на ежедневный макияж, мне кажется, никто не будет заморачиваться вот этой вещью. Никто не будет садиться у зеркала и думать, какой бы цвет мне сегодня намешать на губы. Чаще всего люди берут готовую помаду, красятся ею быстренько как-нибудь на ходу. И готово. Но вот это для случая, знаете, если вы хотите себя почувствовать визажистом. Здесь напротив туалетного зеркала, туалетного столика. Ну, либо просто напротив окна и зеркала на подоконнике. И намешать две свои помады между собой. И выбрать этот замечательный оттенок. Также здесь можно замешивать тональник. Например, если вы хотите его развести каким-нибудь более светлым тоном или кремом, чтобы он стал более жидким, то да, это все будет работать. Шпателем можно все это вот так вот размешать. Опять же, я вот для удобства, например, все намешиваю вот здесь вот на тыльной стороне руки. Потом просто стираю это салфеткой влажной и все. Так что мне вот прямо это не очень актуально. Но штучка прикольная. 99 рублей мы должны были это потестить. Все-таки связано как-то с косметикой. Дальше у нас еще одна кисточка за 99 рублей. И она вот такая пушистая. Похожа на кисточку для рисования. Такой мягкий вор. Давайте попробуем растушевать светло-коричневый в складке века. Ну, мне нравится, как она растушевывает. Я нанесла коричневый в складку века. И, в принципе, хорошо кисточка растушевала тени. И сама она такая очень мягонькая, знаете, приятная кожа. Так что кисточка хорошая. Мне кисточка понравилась. Пошло что-то интересненькое. И здесь у нас целый прибор, понимаете? Прибор за 199 рублей в фикс-прайсе. И это фен для волос. Вот, пожалуйста, если вам нужен вдруг фен, как бы не обязательно тратить тысячи. Можно просто пойти в фикс-прайс. Между прочим, очень даже стильненько выглядит. И очень компактно. Складной такой. О, знаете, здесь весь механизм прямо виден. Это немножечко пугающе выглядит. Но ничего. Он просто вот так раскладывается. Здесь, знаете, даже есть три кнопочки. Это абсолютный минимум. Средняя мощность. И две мощности. Типа, знаете, не просто вклубыкл. И нормальный такой шнур. Длина где-то метр. Вот так вот максимум, что он дотягивается до меня. Поэтому, простите, будем делать так. Мощность номер раз. О, он уже очень сильно горячий. Мощность номер два. Вот если нужно так в поездку, знаете, там, трип какой-нибудь на машине по городам России. И вы где-то помыли голову. И вам нужно ее высушить. То где-нибудь на заправке вы включаете этот фен в розетку. И можно посушить. Но если вы будете три часа сушить свои волосы, вы их высушите. Очень неинтенсивный вообще напор. Еще он начинает очень небезопасно пахнуть. И очень он горячий. Такое ощущение, что уже пластик начал плавиться. Вот этот вот, я не знаю. На всякий случай выдерну из розетки. Но вообще очень даже милая такая вещь. Если кому просто надо, знайте, что за 200 рублей можете такой компактный фен найти. Но это было интересно. Дальше у нас какая-то очень интересная кисточка. Называется кисть для макияжа телескопическая. Кстати, что по поводу кисточек из фикс прайса. Я нередко такие оставляю их себе. После таких обзоров. И вполне долго пользуюсь ими. Вот так она модно выглядит. Смотрите, мы открываем. Действительно телескоп какой-то, да? Откройте, пожалуйста. И затем делаем вот такой фокус. И мы видим кисточку. Написано, что она для пудры. Ну, кисточка такая мягонькая. Очень воняет клеем. Но я бы больше сказала, что она не для пудры, а для нанесения, например, скульптора. Потому что она такая, знаете, немножечко вытянутая. То есть имеет форму. Если, кстати, чуть-чуть призакрыть, она будет еще более такая направленная. Значит, можно действительно вот эти вот места вырисовывать. Носик, например, прорисовывать удобно. А кисточка для пудры для меня, ну, она должна быть такая более, знаете, пушистая. В разные стороны. Большая. Давайте я проверю. Возьму скульптор. У меня это будет Vivienne Sabo. Вот такая палетка. И я наберу корректор. У моей сестры когда-то была такая кисточка. Очень похожая. Она была черная. И мне она безумно нравилась. То, что, знаете, это какой-то прямо процесс в макияже происходит. Она была закрыта. А ты ее открыл. Воспользовался. И прям я себя чувствовала капец визажистом, когда это делала. Но, знаете, когда я вот так растушевываю, то есть прямо вожу по коже, мне не очень при... Ой, что произошло с ворсом, девочки? В общем-то, ворс у кисточки очень сильно помялся. Скатался. Можно так говорить. И что я хотела сказать, что когда я начала растушевывать по коже, очень соломенные ощущения от самого ворса, от самой кисточки, не мягкие. Вот если для руки это еще достаточно, видимо, у нас рука все равно грубее, чем лицо, то для лица мне было неприятно. Поэтому я эту кисточку даже не буду у себя оставлять. Следующая интересная вещь. Это на удивление просто. В фикс прайсе я нашла портативный увлажнитель для кожи лица. Увлажнитель для дома это вообще незаменимый агрегат, если вы не знаете, что подарить вашему другу, маме, папе, сестре, тете, дяде. Это замечательный подарок, тем более увлажнители можно найти действительно, ну, недорогими. Это безумно полезная вещь для всех, кто живет, мне кажется, в России, потому что у нас всегда воздух сухой. Вот 9 месяцев в году у нас точно воздух сухой. Мне очень интересно, как работает этот увлажнитель. Вот как-то так здесь открывается. Здесь 40 миллилитров, по-моему, резервуар. А где моя вода? Кто забрал мою воду? У меня была вода здесь. Она оказалась под столом. Закручиваю. Еще здесь нужно ставить 3 батарейки. Очень люблю, когда так нужно сделать. Пошла с батарейками. Батарейки готовы? Больше всего люблю, когда происходит так. Когда нужны батарейки мизинчиковые, а у тебя батарейки пальчиковые. Ну что ж, я принесла мизинчиковые батарейки. Давайте уже, наконец, попробуем этот увлажнитель. Мне очень интересно, как он работает. Раз, два, три. Ничего не произошло. Отсюда должен идти пар, как я понимаю. Может быть, он должен нагреться. Вот она очень радуется. Ей очень хорошо от того, что пар идет на ее лицо. Я правильно установила батарейки. И батарейки новые. Прямо новая пачка. Меня обманули. Верните деньги. Ладно, так уж и быть. Я прочитаю инструкцию. Мне кажется, все русские люди так делают. Сначала они пробуют сделать сами, собрать сами. А потом смотрят инструкцию, если не получилось. Открутите емкость для жидкости. Есть. Наполните емкость для жидкости очищенной водой. Окей. Сдвиньте кнопку вкл-выкл вниз. Прибор начнет работу. Загорится LED-подсветка. А, у меня нет подсветки. Это значит, что он сломан, да? Очень жаль, очень жаль, очень жаль. 199 рублей стоила такая вещь, которая не работает сейчас. И неизвестно почему. Китайская фигня. Вот что хочется сказать, когда не получил желаемого. Идем дальше. И здесь у нас спонжи для макияжа. За 99 рублей мы видим два вот таких маленьких, миленьких, розовеньких спонжика. У меня здесь есть такая маленькая чашечка. Я всегда налила воды. Мне просто очень лень идти в ванную комнату и мочить спонжики там, знаете ли. Я хочу просто посмотреть, увеличатся ли они в размере. Станут ли они еще более мягкими. И да, они увеличиваются в размере. Молодцы, ребята. Наполняются водичкой. Итак, давайте вместе с вами попробуем нанести тональное средство этим спонжикам. Ой, он такой мягонький, такой приятный. Классно, очень хорошо. Значит, он на такие вот мелкие проблемные места очень даже будет классно подходить. Потому что иногда большим спонжем вот этим вот или кисточкой неудобно прорабатывать какие-то точечные места. Например, вот эту область у носа. Например, вот эту область у глаза. А вот такими маленькими штучками можно. Но если вы будете заморачиваться и действительно будете брать маленький спонж отдельный для каждой зоны. Хорошая штучка мне понравилась. Я для себя оставляю. Следующее, единственное, что косметическое, девочки, я нашла в фикс прайсе. Это были бархатные губки. Бальзам для губ. Защита и питание. Я не знаю, зачем я накрасилась матовой помадой, потому что как я хотела проверять и тестировать бальзам для губ. Я не знаю. Конечно, можно нанести бальзамчик на кутикулу и увлажнить таким образом кутикулу. И, кстати говоря, почему бы так и не проверить средство? Если увлажнит кутикулу, значит, увлажнила бы и губы. Знаете, такой, да, лайфхак? Бальзам для губ на все времена, на все участки. И на локотки можно нанести. Ну, вот если особенно это какой-нибудь бальзам для губ, который вам не очень жалко, типа из фикс прайса за 40 рублей. Ну, пахнет очень, очень химозно. Вот прям настолько химозно, насколько я бы не хотела такое ощущать на губах, тем более. То есть, ладно, еще на ногтях. А, и написано 100% натуральный. Интересно, что они имеют в виду под словом натуральный. На первом месте идет масло семян какао. Да поможет мне мой английский. Рафинированное масло, касторовое масло, фруктовый какой-то экстракт, парфюм. Но пахнет для меня химозно. Там еще были другие вкусы. Я взяла, как мне показалось, самое безобидное яблочко. Но пахнет оно не очень. И последние два продукта, которые у меня остались. Простите, одно из них я уже открыла. Я его оставила напоследок. Ну, точнее, вот на конец видео. Потому что это прям вот моя любовь последнего месяца, наверное. Это вот такая кисточка, пушистая. Насколько она классная, я даже не могу передать словами. Потому что когда-то я была в поисках прям вот такой хорошей, плотно набитой, при этом мягкой и просто классной кисточки для пудры. И я ее нашла в фикс прайсе за 99, по-моему, рублей. Каждый раз, когда я сейчас использую пудру рассыпчатую, я использую именно ее. Очень классно распределяет. Очень мягкая. И такая миниатюрная, такая малышка, такая вообще классная штука. Я прямо очень рекомендую. И, внимание, гвоздь нашей программы. Только фикс прайс вы встретите. Вы примените за 199 рублей. Я не знаю, что произошло вдруг с этой коллекцией фикс прайс. Почему у них появился фен, появился увлажнитель. А, они такие маленькие. Что это такое? Это что, игрушечные? Очень интересно. Здесь тоже такой шланг, хотела сказать. Ну да, шланг, шнур. Длиной в метр. И внутри, внутри есть кнопочка включения. Представляете? Вот так вот включить, выключить, включить, выключить. А, интересно, это какие волосы вот так завивать? Точнее, выпрямлять. Итак, я включила. Здесь загорелась такая красная лампочка. Можете ее видеть. Чипсы уже нагреваются. Они уже потрясающе пахнут. А, в кавычках, конечно, бедные мои волосы. Может быть, хотя бы не спереди, Саша, возьмешь. Давайте сзади возьмем. Что сделать? Что сделать? Давайте мы, так как у меня прямые волосы, мы, наоборот, попытаемся сделать кудряшку. Это значит, нужно вот так вот зажать. И вот так закинуть прядь. О, получилось! Ну, это выглядит, конечно, криво. Только такое ощущение, что он скрижет прям мои волосы. Потому что такой звук не очень приятный. Как будто, знаете, я между двумя кирпичами положила свои волосы и начала вот так вот драть. Я больше не хочу экспериментировать. Можно выключить, пожалуйста? Да, на самом деле, очень интересная вещь. Очень, кстати, красивый цвет. Вот я бы была бы не против, если мой выпрямитель, мой утюжок был такого цвета. Очень летний, красивый, нежный. Но я бы, девочки, не рекомендовала вам выпрямлять волосы в этом выпрямителе. Действительно, очень щипцы такие прямо дерущие волосы. Максимум, может быть, челку там подзовите. Это будет кому-то удобно. Давай фикс прайс договоримся, что в следующий раз ты нам подаришь больше косметики. Потому что, действительно, я обошла 4 фикс прайса. И везде была одна и та же коллекция. То есть, косметики вообще нигде нет. И это грустно. Но хотя бы были вот такие вот интересные косметические девайсы. Я очень надеюсь, что вам понравился этот обзор. Что вы будете ждать в следующей серии из этой рубрики. Я оставила для себя много, кстати говоря, интересных таких и полезных вещичек. Одна кисточка вот эта вот для пудры, чего стоила. Это просто для меня находка. Так что, да, надеюсь, и вы что-нибудь для себя интересненькое, полезненькое подметили. Ну, а я буду с вами прощаться. И улыбайтесь чаще, красотки. И помните, что я вас очень сильно люблю. Пока!